Еще раз чуть-чуть о себе. Меня зовут Юрий Алексеевич Кривый. Я врач, ортопед, мануальный терапевт, падиатор. Это врач по стопам. Врач-сот, который регулирует как сами стопы, так и влияние стоп на тело. Вы видите, директор предстоятельства Российской ассоциации мануальной медицины в Воронежской области. Есть такая российская ассоциация, есть мануальная медицина. И это очень часто не то, что люди об этом думают. А мы поговорим сегодня о той подходящей механической среде, которая будет активировать двигательные функции человека и нормализовывать чувствительность. И как можно это проконтролировать, и в том числе это могут делать обычные люди, а не только врачи или какие-то узкие специалисты. Конечно, это надо немножко поучиться. Здесь вы видите на этом слайде разных докторов. Вверху мы видим Алексей Егорович Самаруков, Тоти Мафеевич Неборский. Это люди, которые приезжают к нам из Москвы. Это руководители Российской ассоциации мануальной медицины. Алексей Егорович Самаруков работает в ведущем центре российской корруптологии. Это российский научный центр медицинской реабилитации и корруптологии. Находится он на Арбате. Новое здание построено. Современной, современной бальмологической аппаратурой и восстановительной аппаратурой. Анатолий Тимофеевич Неборский очень интересная личность. Первый человек, который в 68-м году научился мануальной терапии в Чехии, в институте нейрохирургии в Праге. И здесь дальше вы видите других докторов, которые не мануальные терапевты, а ортопеды. Слева, в крайнем углу, это Альбина Николаевна Чижипалейко. Это наш учитель всех вакуумношеских ортопедов. Она очень пожилой человек, но она очень умный человек. И к тем новым веяниям, которые пришли в нашу страну, развиваются в нашей стране тоже. Падиотрея в том числе, она очень активно относится. И использует те техники мануальной медицины или ортопедии, которые, в общем-то, на вы. И она, что очень меня всегда поражает, как вот такой пожилой человек может быть таким активным и таким умным. Сохранить не просто ясностью, а продолжать учить, много разрабатывать, легко очень поднимать. А вот они, все эти люди между собой знакомы, встречаются на конференциях, которые в Воронеже проводятся, Воронежским обществом мануальной медицины. А вот здесь и наш руководитель Воронежского общества травматологов-ортопедов и кафедра травматологии ПИДИ Санадай Валерий Григорьевич. Другие доктора, мы видим тут на конференциях, есть и лор-врачи, представляют технологии, которые используют для диагностики и стоматологии. Здесь вот доктор Санкт-Петербурга Арсеньев Алексей Валерьевич, он лечит сколиозы и также использует новые технологии, которые мы перенимаем у них и можем о них рассказать. И это интересно будет вам, потому что вы не только можете подумать о себе, но и можете подумать о детях. Вот был вопрос как раз об этом, о своих детях, о своих внуках. Те вещи, о которых я буду рассказывать, они на вы. Но я еще хочу подчеркнуть очень важную вещь, что они на вы и для врачей, это симпозиум, который проводится ежегодно, и его организовывал в 2012 году Дудин. Это руководитель центра Огонек, ведущего центра лечения сколиозов. И то, о чем я буду рассказывать, оно ново и для этих докторов, и там я предоставлял эти данные. Но в чем особенность? Особенность в том, что эта информация должна быть общеизвестна, общедоступна, и здесь присутствуют учителя, об этом должны рассказывать учителя в школах. Это простое. То, о чем я говорил, известно очень давно. В 70-х годах уже были эти опыты поставлены, и о знании мышечной системы, о знании двигательной системы. И это можно использовать и нужно использовать в общем знании всех людей, а не только узких специалистов. И это обучение, общедоступное знание. Итак, здесь в санатории Дон в основном люди лечатся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Мы сейчас с вами беседовали, я спрашиваю у вас об этом. И ноги, суставы, позвоночник и руки. И вы видите на этом слайде, женщины идут по песку, и здесь вопрос, для какой механической среды создан человек. То есть наш двигательный аппарат, он эволюционировал. Мы знаем, что в биологии, что человек развивался эволюционно. И его устройство человека, оно было задано под какие-то определенные условия. Например, если птица, она создана для того, чтобы в воздухе опираться у воздуха, у нее есть крылья. И опорой для ее крыльев является воздух. Она это делает с какой-то скоростью, или размах крыла имеет значение. А у нас, для нашего вертикального движения всего лишь навсего на двух конечностях, и поддержания этого равновесия, а в шаге и на одной конечности, опора – наша стопа. И наше крыло – это наша стопа. И это не метафора. Биологи знают о том, что наше поддержание вертикального положения – это такой же способ организации движения, как и полет у птицы. И если есть некоторые изменения в виде болезней, или эти изменения делают в виде опытов, специально рассекая некоторые проводящие нервные пути, то птица, например, имея крылья, пожалуйста, может им махать и управлять, но летать не может. У человека поддержание вертикального положения организуют, по-видимому, те же связи. Это, по крайней мере, известно то, что это такая же функция, как и полет. И поэтому очень важно, а что будет опираться наше крыло, наше стопа. Потому что, если птицу, например, засунуть в воду, она там не полетит. Правильно? Слишком твёрдая, слишком жёсткая поверхность для её крылья. Там рыбы есть, да, у них другие приспособления есть для того, чтобы опираться по воду. Здесь вы видите, собственно говоря, вот такой слайд, где мы видим, как развивался человек от амёбы до человека, через этапы битья. И видим, что могут быть сформированы стопы, как у нас, а могут быть копыта, как у лошади, или лапы. И все они формируются в условиях, достаточно длительных, эволюционно. И мы видим, что, собственно говоря, лошадь, она сформировалась из лап, сформировалась копыта. Вот, ну, у человека копыта нет, однако. У нас всё-таки стопа. Я, вот, замечание обезьяне, как шимпанзе, хотел бы сказать, приезжал в цирк, и меня пригласили обезьянку посмотреть. Ну, она отставала в развитии. Было заметно, что у неё суставы припухшие, ну, и болезненные. То есть, понятно всем было, что у неё какие-то артрозы. Ну, я показал тем людям, которые за ней ухаживают, значит, что необходимо делать, чтобы улучшить её. Ну, провел сеанс мануальной терапии, немножко поисследовал. И перед этим я исследовал здоровую обезьянку, приблизительно того же его фраста и эту. Что меня, знаете, поразило, что у шимпанзе стопа такая же, как у человека. Но она ей может пользоваться двояко. Она может на ней ходить, там есть пяточная кость такая же, другие, ну, чуть-чуть отключающиеся, но, в общем, мне было поразительно это удивительно. И, ну, понятно, они могут ещё и не хватать. Вот. Это один из фактов того, что разделение там человека на эти две группы шимпанзе там и мы произошло когда-то. И это факт того, что шимпанзе – это те обезьяны, которые влезли опять на деревья. Потому что очевидно, что их нижняя конечность формировалась в тех же условиях, что и у человека. То есть была опорная. Поэтому там есть пяточная кость, поэтому там есть все кости, похожие на наши. Ну, отсюда можно делать два года. Нам не надо быть как у лошадей, чтобы у нас ноги превращались в копыта. И у нас не надо, чтобы наши ноги опять превращались в руки. А наши ноги превратились. Вот здесь видите вот такое систематическое положение человека. То, что он животный, млекоклеточный, он и позвоночный, и млекопитающий. То есть вся вот эта эволюция, в какой среде она проходила, и для млекопитающих и позвоночных вообще эта среда была поверхность Земли. Причём очень важно, что мы эволюционировали как млекопитающие очень долго в Земле. Ну, собственно говоря, это были животные, похожие на крота. Обратите внимание, какие у меня передние конечности, очень похожие на человеческие руки. И, собственно говоря, вот эта степень жёсткости поверхности, похожая на песок, она очень важная. Это расселение человека. Сейчас на данный момент известно, что была Африка, и там человек ходил и фронировался уже. А затем уже расселялся по более жёсткой поверхности. Африка, собственно говоря, совсем небольшой, видите, вот этот участок. И, в общем-то, известно, какие там почвы, какие были в то время, когда человек разбивался. Это были почвы, ну, травянистые и мягкие. Вот здесь видите картину такой, где показаны первые люди. И мы понимаем, что следы обитания, поэтому на Землю уступающие давлению телу, уступающие давлению стопы, если мы идём, ягодицы, если мы сидим, спины уступающие, если мы лежим. И понятно, что всегда, начиная с того момента, как человек ещё был мышью, использовались, ну, понятно, соломы, там какие-то травяные вещи. И надо сказать, что до сих пор, лет 50, наверное, только стали использовать какие-то там поверхности для сна, например, ну, ват. Моей бабушке ещё сено, солом, сено было там набитое, сено на спальне, на ней было, в общем, травяние было, было во времянке, понятно, дома у неё ещё было так, а во времянке, ну, и, она говорит, что так было раньше, когда её ещё волосы было. Ну, крестьянская Россия так и жила. А вот мой любимый воронеж, мы видим, что наш воронеж, и каменный памятник Петру, он весь обут во что? Он весь обут в гранит, в какие-то из бетона сделанные камни, в асфальт, ну, тоже наши достопримечательности. Здесь все воронежские? Нет. Нет? Нет. Смотрите, тоже такая, такой наш кольп, от Эльяр, он тоже является достопримечательностью. У них такой памятник, как он. Да. Да. Да, ну, и, 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 ну, и. Ну, и вы видите, я здесь разместил самолёт с тем, чтобы мы вспомнили о том, что ходьба — это крылья, что по этой крыльям ходьба — это полёт, и о том, что опорная поверхность, она должна быть функциональна. Самолёту, для того, чтобы он взлетал, нужна бетонная полоса. Для того, чтобы он амортизировал, у него не рассыпалось его всё, что в нём есть, и люди не получили удар, у него есть очень мощные покрышки, которые это амортизируют. И если мы сменили поверхности, которые гигиеничны, да, конечно, твёрдую поверхность легко мыть, да, мы не спотыкаемся, но то, что раньше амортизировало под нами тот песок, когда мы идём по нему, сейчас передаётся на ваше тело, на ваш стоп, на ваш позвоночник. Каждый шаг — это удар. И эволюция сформировала так, и у нас это не изменилось. И поэтому нам нужна, как и этому самолёту, когда он приземляется, ему нужна какая-то амортизирующая поверхность. Ну, у него это его шасси. А у нас, а у нас, вы видите, это могли быть стельки, это могут быть элементы подошвы. Это понятно. Это аналог той естественной поверхности, которую мы можем создать в облах. Здесь вы видите, ну, очень распространённый слайд, и очень часто используют. Деформация стопы вызывает мышечно-слитную деформацию всего тела. Эта деформация не обязательно болезненная. Это просто нарушение обычной формы стопы, которая должна быть в данный момент, в данном месте. И это нарушение каждый раз наступает у человека, когда он наступает на ту поверхность, которая он не создан. Полы – это наши обычные полы. И вы видите, что здесь это эболи, эболи и эльонастопа. Да, очень часто эльонастопы, там, как потом формирующиеся привычные, всего лишь навсего неправильно сработавший рефлекс на прямом месте. Не обязательно, чтобы человек споткнулся и упал на каком-то ухабистом месте. Очень часто это бывает как раз именно на ровной поверхности. Х-образная или О-образная деформация ног, то, что очень часто мы видим у детей. Ко мне приходят мамы и спрашивают, почему так, можно ли изменить. И продолжающаяся тенденция ортопедов сказать, что О, это перерастёт. Вот, приходят мужчины в возрасте 35 лет или женщины там помоложе, говорят, вот у меня тоже Х-образные, О-образные ноги. А мне ортопед говорил, или моей маме говорил, что перерастёт. Не переросло. Да. Мы знаем, почему так происходит и почему формируется та или иная форма кости. Под влиянием тяги мышцы, под влиянием давления на ростковые зоны. Где давят сильнее, там растёт медленнее. Где давят меньше, там растёт быстрее. Если это касается позвоночника и нагрузки по оси. Если это касается тяги мышц, то там тяга, где тяга мышцы сильнее, понятно, в ту сторону будет и рост. Например, ключица. Ребёнок рождается с прямой ключицей. Тяга большой грудной мышцы создаёт С-образный изгиб в перелёт. И тяга трапециевидной мышцы создаёт тягу назад. Вот, собственно говоря, так формируется. То же самое и формирование ростковых зон в области коленового сустава и позоветов. Или позвоночника, когда это происходит, то есть полиотик, известная вещь. И можно ли мы на это повлиять? Да. И вот обратите внимание, что раньше чаще всего использовались слайды, где только кости. Вы видите, на этих слайдах указывается на тяги мышц. А здесь мы видим вообще, показан слайд, на котором мы видим, что тяга мышц идёт в лоб, от ноги. Спасибо.